Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько окончаний из русских шашек. Простейшие идеи для начинающих и любителей. И последняя позиция для мастеров и начинающих гроссмейстеров. Позиции периодически встречаются в практической игре, поэтому их важно знать и запомнить. В этой позиции играем GF4. За белых симметрия, видите. Черные пытаются выиграть шашку обычно, FE5. Да, действительно у них это получается, но тем не менее за белых здесь есть ловушка. Отдаем три шашки и забираем две. Ну и в этой позиции, несмотря на кажущуюся простоту, из трех ходов, DC5, ED4, EF4, только один ведет к ничьей, остальные два хода проигрывают. То есть ход EF4 все-таки позволяет черным достичь ничьей. Ставим дамку на поле B8, надо закрываться, и связываем шашки черных ходом BC7. Черные жертвуют шашку и прорываются в дамки ходом DC3. Здесь белые не успевают остановить шашку черных и партия заканчивается ничьей. А вот остальные ходы DC5 и ED4 проигрывали. Допустим, ED4. Тогда ставим дамку на поле B8, и здесь уже шашку скидывать бесполезно. То есть белые бьют на F4, ну и после хода DC3 зажимают шашку черных ходом дамкой на поле C1. Черным остается только сдаться. Поэтому после постановки белыми дамки, черным приходится отходить DC5. Тогда зажимаем шашки черных ходом BC7. Ну и жертва здесь снова ничего не дает. Снова зажимаем шашку белых на поле C3 и легко выигрываем. Вот такая простая идейка. Следующая позиция. Тоже любители периодически попадаются в эту ловушку. В этой позиции ход AB6 за черных не сильнейший. Была более простая ничья. А вот здесь уже возможны проблемки. Белые нападают, и надо жертвовать шашку. Остальное проигрывать. Побили. BC5. Тут все форсировано далее. HG5, CD4, FE5. Черным приходится бить шашкой H6 на F4 и белые бьют назад. Е на G3. DC3, FG7, CD2, GH8. Здесь надо с темпом напасть на шашку белых. Иначе если поставить дамку на C1, белые уже выигрывают. То есть проводят одну шашку в дамке, затем отъедят шашку D6. Ну и затем проведут третью дамку и легко выиграют. Так. Поэтому здесь надо поставить дамку на поле Е1. То есть нападаем на шашку белых G3 и у нас появляется свободный темп. То есть белые вынуждены отойти. И видите, здесь стоит угроза. Белые грозят поймать дамку черных на поле C3. То есть надо отходить. EF2 и белые играют HG5. Тогда черные играют DC5. Ну и стоит простая идея со стороны черных. То есть если белые играют GF6, тогда жертвуем шашку CB4 и нападаем. Белые отходят, снова нападаем. Белые отходят, снова нападаем. И шашка E5 здесь гибнет. Черные достигают ничьей. Та же самая идея остается, если белые сыграют G6. Тогда играем дамкой на поле H4. Ну и на ход HG7 снова жертвуем шашку и нападаем. Четыре раза белые отходят, но они не в состоянии сохранить третью единицу для победы. А после того, как черные срубают шашку F6, партия заканчивается ничьей. Белые это видят и ставят тонкую ловушку. Играют на поле B2. Теперь у черных еще есть ничья. Для этого надо сыграть на поле G3 или на поле F2. Сохраняя вот эту идею. Если же черные сыграют на поле D8, кажется, что та же самая идея проходит после хода HG7. На самом деле этот ход уже проигрывает. То есть надо жертвовать шашку и нападать. Но белые здесь могут выиграть ходом CB4, конечно, сразу же. Можно еще для пущего эффекта сыграть CD4. Поиздеваться над соперником. Черные нападают, думают, что ничья. Еще раз отходим. Снова нападение, отходим. Последнее нападение. Черные думают, ну все, ничья. И здесь мы просто делаем ход F7. И смотрим на округлившиеся от ужаса глаза соперника. То есть, видите, куда ни побей, везде проигрыш. Если черные бьют на поле H8, тогда зажимаем дамку черных по большой дороге. Возникает так называемый столбняк. Противостояние белой и черной дамки. Чей ход тут и проигрывает. Ход черных им некуда ходить. Если же черные бьют на поле A1, тогда столбняк возникает, но уже с другой стороны. То есть, снова ход черных они проигрывают. Вот такая простая ловушка со стороны белых. Но начинающие шифты и любители бывают попадаются в нее. Ну и самая простая ничья в этой позиции, конечно же, была. Не надо играть АБ6. Надо просто пожертвовать шашку. И сыграть вот здесь АБ6. Теперь уже белым надо нападать. Другого нет. Мы просто играем ДЕ5. И обе стороны прорываются в дамки. Белые еще пытаются выиграть шашку. Щедро жертвуем вторую шашку. Занимаем большую дорогу. И ничья черным гарантирована. Следующая позиция. Ловушка открыта самарским гроссмейстером Олегом Дашковым. То есть, в Блице, в Цейкноте он своего соперника даже победил. Сразу же хочу отметить, что когда у белых три дамки, а у черных дамка и шашка, черным, так, прошу прощения, можно обороняться по большой дороге и по тройнику. Если черные занимают вот эти вот бортовые поля по большой дороге или по верхнему тройнику, то это ничья. Если же черные занимают косяк, бортовые поля, допустим, А5, Д8 или А4, то здесь белые в этой позиции побеждают. Это окончание называется позиция Кларка, так называемая. Кто не знает, как выигрывать в позиции Кларка за белых, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Мне не раз удавалось выигрывать в позиции Кларка как раз. В этой позиции ничья, но есть тонкая ловушка. Белые играют на поле Ф4. Теперь, видите, черным нельзя занимать срединные поля. Почему? Потому что, допустим, на ход АБ2 белые жертвуют дамку и возникает так называемый трамплин. То есть отдаем еще одну шашку, дамку и срубаем шашку и дамку соперника с выигрышем. Поэтому черным остается играть только по полям А1 и А8. Теперь играем на поле Д6. Снова срединные поля нельзя занимать. Поэтому черные уходят на А1. Играем на Б8. Снова единственный ход дамкой на А8. И здесь белые делают неожиданный ход ЖФ2. То есть в цитноте противник, соперник гроссмейстера Олега Дашкова уже взялся за дамку. У него был жесткий цитнот и действует правило взялся ходи. Также, когда у соперника менее 5 секунд, можно выиграть с помощью подобной ловушки. То есть если черные дернутся, снова нельзя занимать срединные поля, так как отдаем дамку, затем вторую и легко выигрываем. А если черные по инерции сыграют на поле А1, тогда здесь уже играем дамкой на поле С3. Черные бьют две дамки и возникает столбняк, но уже по двойнику. Черные вынуждены отдать дамку. Белые бьют на поле Ж1. И шашка Ж2 остается в заперти. Вот такая симпатичная ловушка. Именно так и выиграл гроссмейстер Олег Дашков своего соперника. Тем не менее, конечно, была простая ничья. Надо было поставить дамку на поле Ж1. И ничья черным гарантирована. Ну, последняя позиция на сегодня. В этой позиции давайте рассмотрим приходи черных. Ну, в центр пока вылазить бесполезно. Белые будут владеть преимуществом, поэтому играем Б5. Белые повторяют ходы черных. Играют Ж4. Ну, и здесь есть два хода за черных. То есть, есть ход правильно Д5, а вот ход ДЦ5 уже проигрывает. ДЦ5 играть нельзя, потому что белые повторяют ходы черных. И возникает снова симметричная позиция. ФЕ7 уже не пойдешь, потому что белые проводят комбинацию АЖ7 и СД4. И легко выигрывают. То есть, на так уже просто зажали по большой дороге. А если АЖ7, тогда играют на Ж5. Ж6 и белые выигрывают с помощью вилки или штаны. Называется распорка. Кому как нравится прием. То есть, шашка держит шашку, а дамка выигрывает против двух шашек соперника. Поэтому в этой позиции остается черным играть только СБ4. Когда белые отходят. Ну и здесь уже надо жертвовать шашку. И играть АБ4. У белых лишняя шашка, поэтому они также нападают. И затем жертвуют обратно лишнюю шашку. И играют АЖ5. Ну и здесь все очень быстро заканчивается. ЖФ6, бой-бой. АЖ7, ДЕ5. Напали по большой дороге, надо отходить. Сыграли БЦ3. Ну и легко белые побеждают. Так что, друзья, будьте внимательны. Акцентирую ваше внимание. В этой позиции. То есть, после хода ЖФ4 надо сыграть именно ДЕ5. Вот этот ход ведет к ничьей. Теперь, обычно белые меняются в этой позиции. И здесь уже после хода ФЕ7, ФЕ3, ЕД6 уже есть ловушка со стороны черных. То есть, в этой позиции у белых есть два хода. ЕД4 и ЕФ4. ЕД4 проигрывает, как ни странно. То есть, белым надо играть ЕФ4. Теперь аккуратно играем ДЦ5. Видите, нельзя нападать, потому что белые отдадут одну шашку. Затем вторую. Ставят дамку по большой дороге. Ну и что-то как-то некуда ходить. То есть, на любой ход сыграли сюда. Надо жертвовать. Побили. И белые легко побеждают. Простейшая идея. Поэтому в цепь ноте будьте внимательнее. Играем ДЦ5. Тогда белые жертвуют шашку. Ну и следует обоюдный прорыв. ХЖ7, ХЖ3, ХЖ8. ХЖ2, допустим. Белые меняются. ЦБ4. Ну и ничья. Прошу прощения. А вот в этой позиции ход ЕД4 уже, как ни странно, проигрывал. Очень часто попадаются даже мастера. Я два раза так сыграл в цепь ноте по инерции. Причем знал эту позицию. Бывает, в цепь ноте попадаются, да. И здесь... Ну, оба соперника меня, кстати, выпустили. Не смогли победить. То есть, черные меняются назад уже. И у черных здесь выигрыш, как ни странно. То есть, у белых единственный ход СД2. Тогда играем СД6. Ну и на ход ДЕ3 играем ДЕ5. Видите, уже ЕД4 не пойдешь. Из-за того, что черные проводят размены. И возникает оппозиция 2 на 2. С легким выигрышем. Поэтому белым приходится жертвовать шашку. А как играть иначе? И играть ЕД4. Несмотря на кажущуюся простоту, ничей у белых нет. Играем ДЦ5. Прошу прощения, играем ЕФ4, ДЦ5. ФЕ3. И здесь есть два хода. Если белый играет СБ6, тогда играем ЕФ2. Ну и на ход Б7, как было в партии Рахунов-Наномедов с переменной цвета. Кубок СССР 1991 года. Здесь черные побеждают. Отставят дамку на поле Е1. Надо отходить. Затем играют дамкой на поле Б4. Ограничили шашку. Белый ход похода в дамке. Ну и здесь легкий выигрыш. На постановку дамки играем АБ2. Ну и на любой ход, допустим, БЦ7. Пока нельзя ставить дамку, видите. Потому что белые нападут с поля А5. Тогда уводим дамку на поле Ф8. Ну и на любой ход. Затем нападаем на шашку Д4. И затем черные отъедают шашку Д4. Проводят шашку АШ8 в дамке. И легко побеждают с помощью построения треугольника Петрова. Кто не знает из начинающих, как выигрывать с помощью треугольника Петрова. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Закрываться дамкой, видите, бесполезно. Потому что черные пожертвуют дамку. И легко выигрывают. Поэтому у черных здесь выигрыш. Также в этой позиции лучше сыграть СД6. Теперь играем ЕФ2. Ну и здесь есть два варианта. Если белые играют на поле С7. Тогда ставим дамку на Д8. Надо отходить. Снова нападаем. Надо отходить. И играем дамкой на поле Ф4. На любой ход. Играем АБ2. Белые, допустим, нападают. Снова увели дамку на Ф8. Ограничили шашку белых Е5 от похода в дамки. Ну и на любой ход. Затем ставим дамку на поле А1. И снова отъедаем ее. Проводим треугольник. Шашку АШ8 в дамке. Ставим треугольник. И легко побеждаем. Закрываться, видите, снова нельзя. Отдаем дамку. И легко выигрываем. Ну, последний вариант. Самый сложный в этой позиции. Если белые играют ДЕ7. Здесь уже надо играть тонко. Ставим дамку на поле Е1. Надо отходить. И играем АБ2. Только этот ход ведет к выигрышу. Теперь белые ставят дамку на поле Ф8. И мы ставим дамку на поле А1. Надо отходить. И черные играют на поле А5. Ограничили дамку. Шашку белых от похода в дамки. То есть, видите, самое главное. Нельзя было дать уйти белым на поле А7. Иначе возникнет вот эта вот ловушка. Помните, в предыдущей партии мы смотрели. То есть, ограничили. Белые играют, допустим, ФЕ7. Тогда снова ограничиваем дамку белых. Играем на поле Е5. Допустим, белые ушли на А5. Играем на Д8. Грозим поймать дамку. Надо отходить на поле Е1. Видите, срединные поля здесь нельзя занимать. Потому что отдадим одну дамку. И легко выиграем. Поэтому надо отходить только на поле Д8. Теперь загоняем дамку на поле Б8. Полностью ограничили белых. То есть, видите, если уже сюда, просто напали. Отошли, напали. Ну и легкий выигрыш. Срединные поля снова нельзя занимать. Так как отдаем дамку и побеждаем. Поэтому остается единственный ход. Дамкой сыграть на поле А4. Тогда делаем тонкий ход дамкой на поле С5. Ну и после того, как белые отходят на Е1. Снова срединные поля нельзя было занимать. Лыже нападаем. Надо отходить. Еще раз нападаем. И шашка белых Д6 гибнет. Черные побеждают. Теперь рассмотрим эту позицию со стороны белых. Как правильно защищаться. То есть, если черные неправильно атакуют, здесь белые все-таки могут достичь ничьей. Снова пожертвовали шашку и прорываемся в дамки. Если в этой позиции черные ставят дамку не на поле Е1, а на поле Ж1, то это лишь ничья. Ставим дамку на поле Д8. Ну и после хода Ж2 нападаем с поля Ф4. Черные нападают на шашку белых. Надо отходить. Ну и здесь есть два варианта. Если черные играют на поле Ж5, тогда нападаем. Надо отходить. И идем в дамки. Допустим, ДЦ5, АБ2, СД6. Надо ограничивать. Нельзя давать провести вторую дамку. Тогда играем на А5. Ну и следующим ходом. Либо проводим шашку в дамки, либо разминиваем одну из дамок в черную. Если в этой позиции черные сразу же не ограничивают шашку белых, а сразу же идут в дамки, тогда здесь уже ведем вторую шашку в дамки. Черные, допустим, ставят на А8. И здесь есть ловушка. Друзья, будьте внимательны, не попадитесь. То есть играем именно на поле Ж3. Ну и затем вот снова получаем вот эту позицию с ловушкой Олега Дашкова. Она ничейная. А если в этой позиции дернуться и сыграть на поле Е3, тогда черные побеждают. То есть играют на поле С5. Надо отходить. И неожиданно черные побеждают. Вот так. Так что будьте внимательны. Также в этой позиции не выигрывал за черных вот такой план. Если черные поставили дамку на Д8 и затем играют на поле... Ой, на Е1 и затем играют на поле Ж3. Это тоже только ничья. То есть ставим дамку на поле Д8. Черные ограничивают шашку белых от похода в дамки. Но здесь белые делают тонкие ходы и все-таки добиваются ничьей. Играем на поле Ж5. И видите, самая главная идея. Нельзя сыграть АБ2. Для черных. Так как белые нападают. Надо ставить дамку. И белые срубают одну из дамок черных с ничьей. Вот такая идея. На этой идее держится позиция белых. То есть черные это видят. И играют, допустим, на поле Ф8. Тогда играем на поле С1. Тонкий ход. Черные играют на поле Ж5. Ну и белые начинают движение своей шашкой. Допустим, Е4. Снова черные пытаются еще как-то обострить. Выиграть. Но белые здесь могут достичь ничьей. Самая простая ничья. Надо сыграть на поле H6. Заставляя черных закрыться. И затем играем HG5. В этой позиции все-таки белые достигают ничьей. То есть на ход HG7 уже нападаем. Надо отходить. И размениваем шашки ходом. ДЕ3. Бой-бой. Ничья. Ну, здесь тоже была ловушка, друзья. То есть нельзя сразу же... То есть надо было напасть первая дамка из поля H6. А затем сыграть на поле G5. Почему нельзя сыграть сразу же на поле G5? Вот здесь уже у черных выигрыш очень тонкий. То есть черные нападают. Надо занимать большую дорогу. И черные играют AB2. Кажется, что ничья. Но на самом деле здесь ничьей нет. То есть у белых единственный ход, допустим, на H8. Тогда уводим дамку. Не даем разменять шашки. Ну и после того, как белые играют на поле C3, нападаем с поля E1. Надо отходить. И возникает сванг. То есть очередь хода здесь невыгодна. В данном случае очередь хода белых, и они проигрывают. Ходить некуда. То есть на ход ED6, когда играем просто HG5, некуда ходить. А если EF6, тогда бьем дамкой на поле H4 и легко выигрываем. Вот такие нюансы возможны в этой непростой позиции. Друзья, будьте внимательны. Изучайте эндшпиль. Кто ошибается в эндшпиле, тот ошибается последним. До свидания. Если вам понравилось видео, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шашечной и шахматной доступе.